Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды. Также по совместительству еще сегодня мы открываем новый месяц, очередной месяц этого года. Время, собственно, до конца 2017-го остается все меньше и меньше, но мы помним, что есть еще очень много важных отчетов, которые впереди и событий, которые не достигли своего логического завершения. И, скорее всего, произойдет это уже ближе к концу под занавес вот этого 2017-го года. Особый акцент я делаю на Штаты, где мы по-прежнему крайне замотивированы, чтобы получить конкретику и фактическое решение по налоговой реформе и по процентным ставкам. Конечно же, такой фундамент. Если удастся нам не столкнуться с каким-то форс-мажором, пример, опять же, напряженности и эскалации непростых отношений между США и Северной Кореей. Если трейдеров ничто не заставит убегать в защиту, японскую ем, в ранку облигации, в золото, у нас, друзья, будет с вами очень хорошая возможность отыграться под конец 2017-го года, потому что начало было крайне неудачным. Никак мы не могли, собственно, войти в русло нормального, здравого подхода к отыгрыванию экономических новостей и статданных, поскольку все наши планы рушились и о политику, и вот эти стратегические долгоиграющие риски, которые, собственно, и приводили к не совсем правильным движениям по ряду активов. Но здесь тоже я делаю акцент на слабости американца, с которым мы работали вот до последнего времени. Сейчас, опять же, не хочется накаркать, доллар наконец-таки нащупал то самое основание, от которого можно толкнуться и показать хоть какую-то восстановительную динамику. Да, мы неплохо уже выросли по доллару и японской иене за последние несколько недель, с учетом даже последнего месяца, но никак не можем уверенно закрепиться выше 114 иен против доллара. Надеюсь, что в перспективе ближайших недель нам это удастся сделать, потому что каждый день, каждую неделю мы получаем лишь еще больше сигналов, которые поддерживают восстановительную динамику бакса. О долларе и иене мы сегодня поговорим, как и всегда, но сперва давайте проведем такой блиц, разбор полетов по нефтянке. Клосс вчерашнего дня 61.08, конечно же, речь идет о котировках Brent, а сейчас актив торгуется еще выше 61.18. Поскольку сегодня у нас 1 ноября, можно даже подвести итоги в целом октября, сказать, что для Brent это был очень хороший месяц, 4 месяц роста подряд и мы видели и наблюдаем уже на протяжении ряда торговых сессий подряд, как Brent обновляет максимумы за последние 2 года. Да, вот UTI чуть более скромные результаты, но все равно сегодня мы уже говорим с вами про февральские максимумы этого года и еще совсем чуть-чуть и тоже, может быть, увидим и годовые максимумы. Основная причина. Трейдеры, аналитики, инвесторы, которые следят за этим инструментом, видят в качестве основы для роста нефтяного актива последние спекуляции, ожидания оптимистичные, касающиеся того, что ОПЕК продлят действия энергетического пакта по снижению добычи до конца 2018 года. Напоминаю то, что в текущей редакции этот документ подразумевает действия договоренностей до марта 2018 года. Впереди у нас встреча в Вене на 30 ноября она состоится. Будут обсуждать меры, дополнительные меры согласовываться, какие-то новые инструменты влияния на текущие показатели спроса и предложений. Все это в целях ребалансировки, сокращения избыточного предложения, которое присутствует в мировой экономике. И сейчас о каких-то радикальных действиях, конечно же, никто не говорит, потому что пытаются рассчитывать на то, что, может быть, и последует с большей вероятностью. Это максимум продления, собственно, этого энергетического пакта, как я уже отметил, вероятно, до конца 2018 года. И по мере приближения, собственно, этого события, то есть у нас в чердиле полноценные недели еще остается до него, интерес к этому новостному фону возрастает, оптимизм тоже усиливается, это оказывает разгоняющие воздействия на котировки нефти. При этом, друзья, сразу хочу отметить то, что на рынке есть один мощный медвежий фактор, который, конечно же, пока что не реализуется, поэтому многие его недооценивают. Но я считаю то, что нужно уделять большее внимание потенциальным рискам, с которыми столкнутся, могут столкнуться котировки нефти, особенно с учетом вот этих локальных экстремумов, которые мы с вами наблюдаем. Это серьезная перепупленность состояния рынка, и в этом ценовом диапазоне сейчас котировки находятся не потому, что произошли какие-то серьезные изменения на глобальной арене углеводородов, а речь идет только лишь о спекулятивном спросе в надежде на то, что проблема, это основное избыточное предложение, будет решена. Но рынок, как вы знаете, учитывая изменчивость натуры, может очень быстро разбиться. Вот эти заблуждения и присутствующие надежды, показав такое же затяжное ослабление. Собственно, нашей с вами целью было 60 долларов по бренду за баррель. Сейчас я обозначаю, да, позитив, который присутствует, но больше уже стараюсь делать акценты на медвежьи факторы. Так вот, сам факт высоких оценок на нефть сейчас это один из основных потенциальных триггеров, которые могут ослабиться котировки. Вроде бы как парадоксальное заявление, но я думаю, что многим из вас понятна суть этой идеи. Она заключается в том, что чем выше котировки забираются сейчас, тем больше возможности у сланцевых производителей в США увеличиваются показатели нефтедобычи. И действительно это может стать причиной еще большего избыточного предложения. В целом, та динамика, которую мы наблюдали в последние месяцы, позволяет точно сказать, что есть конкретные показатели корреляции синхронности в текущих котировках и активности сланцевых производителей. Если мы обратим внимание на август, то тогда цены на нефть проседали на WTI. И производство нефти по штатам тоже снизилось до 9,2 миллионов. Сейчас, по прошествии двух месяцев от того, что цены растут и достигли практически по WTI максимума за год, то мы видим то, что объемы добычи перевалили уже за 9,5 миллионов. Рост, восстановительное движение и увеличение осланцевого производства, я уверен, продолжатся. Каждые последующие отчеты от Baker News будут для нас подтверждением и будут как раз сигналом для медведей, которые еще мнутся. Не знаю, стоит ли сейчас торговать нефтянкой в плане села или нет. Это подспорье для принятия решений. Сегодня, друзья, у нас 17.30 запасов. Если мы посмотрим на ожидания данной опроса Global Plats, то сможем понять и увидеть, что по бензину, по дистиллятам, нефтепродуктам, то есть и по самой нефти, ожидается снижение запасов. Если статистика будет совпадать с прогнозами и будет коррелировать с теми данными, которые мы получили вчера от Американского института нефти, по отчету вчерашнего дня, в 23.30 были опубликованы эти релизы, нефть запасы снизилась на 5,08, запасы бензина сократились на 7,6 миллиона. Я допускаю то, что велика вероятность, что статистика будет схожей, и тогда у котировок будет стимул для того, чтобы еще немного подрасти. Но в то же время я обращаю ваше внимание, что если эти данные будут уже со знаком плюс, тогда распродажи могут стать следствием того, что медведи снова перехватят инициативу. Друзья, я сейчас советую очень осторожно относиться к потенциалу еще большего роста нефти. Если вы торгуете через дальнейшие покупки, старайтесь обезопасить ваши торговые идеи довольно короткими стопами. Потому что сейчас по нефти, на мой взгляд, ситуация складывается очень похоже, как и с американским фондовым рынком. То есть перекопленность очевидна, и осознание рисков глубинной коррекции заставляет осторожно смотреть и на американскую фондовую секцию. И тоже по нефти тот же самый расклад. Я все-таки считаю, что сейчас правильно искать уровни, с которых можно нефть продавать. Для меня будет сигналом того, что нужно проявлять активность возвращения бренда в район 60 и возможно даже закрепление ниже этого рубежа. Но если будет конкретная идея, с какого уровня стоит нефтенку продавать, я вам скажу. Но в целом, хочу, чтобы вы понимали мое субъективное мнение сейчас в продаже, которые могут оказаться результативными практически с цен любых уровней, если это сделать. Рубль 58.28 здесь лишь стоит признать тот факт, что девальвация, которая уже происходит и возможно являющаяся следствием прошлого решения банка России по снижению остатки рефинансирования, может по конец этого года оказаться еще более динамичной. Потому что, учитывая наш расклад по нефтянке, нужно понимать, что нефть, возможно, окажет, да невозможно, а обязательно окажет еще большее влияние на опрос рубля. Поэтому наша с вами цель 60 до конца года, это может быть даже не целью максимум, а целью минимум. И до достижения этой планки, возможно, потребуется гораздо меньше времени, чем предполагалось ранее. Но вектор у нас остается неизменный. Мы, друзья, с вами продаем рубль, потому что понимаем, что конкуренты доллар и евро сейчас в конкуренции с сырьевой российской валютой выглядят гораздо сильнее и лучше. Доллар японская иена, как и ожидали, не стоило делать активные, собственно, ставки на то, что снижение американца продолжится и дальше. Вчера мы с вами говорили про котировки 113.14. Я рекомендовал наваливаться по-прежнему своими капиталами, своим интересом к доллару, покупать его. Сегодня у нас уже 113.85. Я уверен, что вы этому также поспособствовали. Друзья, американская валюта продолжает восстанавливаться, и мы знаем, что этот рост опирается не на какое-то рыночное заблуждение, не на технику, а на самые настоящие суперкрутые моментальные основания. Это ожидание налоговой реформы, это ожидание объявления главы ФРС. Кстати, по сообщениям Блубер, как вы помните, вчера мне удалось найти эту новость, решение там примет уже завтра, поэтому мы заранее готовимся к очень затяжной и мощной волатильности. Стат-данные, которые выходят изо дня в день, подстегивают интерес к доллару, потому что каждый отчет – это сигнал дополнительный того, что американская экономика готова к нормализации денежно-кредитной политики, то есть к росту ставок по федеральным фондам. Личные доходы и личные расходы. Особый акцент, я повторяю, нужно делать на потребительскую активность, и эти отчеты, они как раз ее и характеризуют. Расходы выросли до максимума за последние 8 лет, и мы с вами сделали вывод о том, что это еще одно доказательство касательно того, что именно потребительская активность является основным катализатором национальной экономики США. Вчера вышел индекс доверия Conference Board, который указал на рост индикатора до 126, почти это максимальный уровень за последние 17 лет. И, собственно, доверие потребителей, оно как раз берет начало оптимистичное в явном улучшении ситуации на рынке труда. В эту пятницу у нас на Farm Palace, где мы ждем еще одного сигнала по росту заработных плат, ждем сигнала для будущего восстановления и разгона индекса потребительских цен, и, возможно, еще одного представителя ФРС, который после этой статистики будет поддерживать идею повышения ставки в декабре. Сегодня день крайне насыщенно событий американского происхождения. В 15.15 у нас статистика по EDP, это частная оценка состояния американского рынка труда. Достаточно разогнать на прогнозы, чтобы понять, доллар сегодня заряжен на продолжение роста, потому что по EDP ожидается прирост новых рабочих мест в 200 тысяч, это в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Что касается Non-Farm Palace, то, напоминаю, есть на рынке позиции, она довольно активно обсуждается, что в этот раз мы сможем увидеть по приросту свыше 280 тысяч. Если прогнозы оправдаются, то доллар сможет, наконец-таки, не просто в очередной раз протестировать 114, но и закрепиться выше. Поддержку доллару, да и в целом еще одним стимулом для роста пары доллара и японская иена. Можно отметить решение, собственно, прошлой Банка Японии по процентным ставкам. Политика была подтверждена в плане вектора как мягкая, потому что ставки остались на прежнем уровне минус 0,1%. Банк Японии по-прежнему таргетирует целевые показатели по десятилеткам в районе нуля. Не собирается отказываться от этих экономических стимулов, потому что, как и раньше, пытается повлиять на показатель инфляции. Решение о сохранении текущих мягких инструментов, инструментов стимулирования экономики было принято, можно сказать, единогласно. 8 голосующих членов из 9 за это проголосовали, значит, мы с вами, как и ранее, очень верим в силу контраста политик ФРС и Банка Японии, что является еще одним сигналом роста доллара против иены. Евро против американца снижается, что, собственно, вчера, что сейчас. Европейская валюта вроде бы как готова была воспрянуть духом после данных по экономическому росту еврозоны. Показатель 2,5% в годовом выражении с 2,3%. Рост уровень безработицы снижался с 9% до 8,9%. Это лучшее значение, скажем так, минимум с 2009 года. Но следом, как вы видели и знаете, вышли данные по индексу потребительских цен, которые в соответствии с нашим с вами раскладом, нашими с вами ожиданиями, тут же не оставили ничего от вот этого статистического локального оптимизма, сведя все попытки выкупить евро к распродажам, которые продолжаются и сейчас. Потому что инфляция – это важный индикатор потребительской активности. В годовом выражении мы видели спад с 1,5% до 1,4%. И, может быть, еще важнее сейчас сделать акцент на то, что блазовая инфляция просела сразу на 0,2%. Это даже хуже, чем я предполагал. Отсюда снова вспоминаем решение Европейского центрального банка, почему экономика нуждается в этих стимулах и почему мягкая политика будет охарактерна ли ЦБ еще минимум на протяжении всего 2018 года. Очень много факторов против евро. Добавляем сюда еще и политические риски и, конечно же, бодрости доллара. Поэтому по евро у нас, как и раньше с вами, цель 1,15%. Фунт против доллара растет. Это в соответствии с нашим с вами раскладом. Доллар перехватил инициативу, но хорошо, что в этот раз рост доллара не привел к ослаблению фунта. Еще одно доказательство того, что британец сейчас больше замотивирован отслеживанием национального фундамента и пока что игнорирует то, что происходит вне Англии. И хорошо, значит, у нас есть возможность сейчас фокусироваться по торговле этим активом на предстоящем решении Банка Англии по процентной ставке. Напоминаю то, что это решение будет уже за трек кредита. Вероятность больше 80% того, что ставку поднимут на 25 базисных фунтов. Это должно привести в монете к резкому росту фунта. Текущие котировки 1.32.69, наша с вами цель 1.34, мы уже видели почти уровень 1.33, поэтому 1.34 это более чем реалистичные ожидания в рамках недели. Продолжаем покупать фунт, в отличие от прочих резковых инструментов. И с аргументацией, я думаю, тоже сейчас все понятно. Новозеландская валюта сегодня растет активно на азиатской сессии. Это все следствие выхода данных сильных по уровню безработицы, по рынку труда. Уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,6%. Локально этот позитив должен был быть отыгран активом, но он не меняет долгосрочные риски для актива. Поэтому я считаю, что если вы остаетесь в короткой позиции по новозеландцу, вам не нужно сейчас метаться и считать то, что последовал разворот. Новозеландец будет еще не в Австралии. Такая же ситуация. Мы помним, чем чреваты риски еще большего снижения инфляции. И знаем, как позиция и статистика по инфляции влияет на решение Резервного банка Австралии по процентным ставкам и задействованию других дополнительных инструментов. Американский фондовый рынок снова в одном шаге от того, чтобы переписать исторический максимум. Коррекция, которая была развита несколько дней назад, не смогла перерасти в нечто большее, чем просто локальную коррекцию, локальный спад. Американский фондовый рынок снова выкуплен и S&P сейчас уже котируется на отметке 2576. Я снова повторяю, друзья, как бы это, может быть, кому-то нудно бы не звучало, но покупать американский фондовый рынок опасно сейчас. Я надеюсь, что вы правильно спередитесь с такой рекомендацией. Если будете спекулировать через длинные позиции, то тоже с довольно короткими стопами. Доллар канадец, в соответствии с нашими ожиданиями, продолжает двигаться вверх. 1,2899 котировки уже, можно сказать, рукой подать до сопротивления 1,30. Вчера вышли данные по экономическому росту. В соответствии с мрачными ожиданиями спад, минус на целых 1,1%. Снижение показателей ОВП привело к обвалу до локальных минимумов доходности двух лет. Так как американские облигации в этом свете выглядели гораздо лучше, поэтому контраст и спред доходности повысил спрос именно на доллар. Это привело к еще большему росту пары USDCAT. Также параллельно вышли данные по индексу цен производителей, минус 0,3%. Это крайне плохой отчет, который говорит о том, что инфляция будет дальше снижаться. И лично для меня было, ну, прям уж совсем крайне удивительно услышать от господина Полоза, который возглавляет Банка Канады вчера, выступая в парламенте. Он отметил то, что на текущий момент констатировал даже, что канадская экономика находится в критической точке экономического цикла. И все это следствие тех решений, которые были приняты по росту процентных ставок летом и в сентябре. То есть сами наломали дров, сейчас признают проблемы, но лучше уж признать то, что одни причины этих самых проблем. Если экономика просела, мы знаем то, что связано это с низкими показателями экспорта, который, как одна составляющая торгового баланса, очень серьезно пострадал из-за резкого курса национальной валюты. Там больше тысячи пунктов мы попали, USDCAT ввели за короткий промежуток времени. Напоминаю, что резкий рост и укрепление канадца также повлияло на инфляцию. Мы сейчас видим отголоски этих следствий в индексе цен производителей, потому что инфляция продолжает снижаться. Вот почему канадский регулятор откажется сейчас от каких-либо изменений, которые могут быть приняты в отношении монетарной политики. Мы с этими решениями по ожиданиям по дальнейшему росту уходим, как минимум на первую карту 2018 года, и сейчас спекулируем на том, что канадец будет испытывать давление, ухудшающиеся статистики, потенциально снижающие цен на нефть, неопределенных отношений по торговому соглашению на авто. Канадец будет также страдать еще и от роста доллара. Поэтому USDCAD мы как и покупали, так и продолжаем это делать. Ближайшая цель 1.30. Супер крутой ориентир до конца 2017 года это 1.35. Я думаю, то, что с учетом динамики последних дней, это также вполне реальные ценовые значения, которых можно придерживаться. По важным событиям сегодняшнего дня, в 12.30 выйдет отчет по активности в производственном секторе Англии, в 15.15 статистика по органу труда США, в 17.00 нас ожидают еще два важных рейза по штатам, это индекс активности АТСР в производственном секторе и разгон инфляции. Везде сильные ожидания, потенциальный рост доллара. 17.30 запасы по нефти и замыкать сегодняшнюю торговую сессию будет решение по ставке ФРС. Но, как вы помните, пока что изменений не предвидится, потому что вслед за этим решением не последует без конференции. Но волатильность в связи с этим событием может, безусловно, под конец торговой сессии возрасти. Будем надеяться, что после этой волатильности рынок не будет менять вектор своего движения. Этот вектор направлен на дальнейшее укрепление доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Хорошей, удачной вам торговой сессии. Пожалуйста, как и всегда, контролируйте риски. Не мудрите загрузкой ваших депозитов, потому что рынок остается крайне волатильным. И мы понимаем, с какими событиями эти движения связаны. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Как и всегда, в прямом эфире через Реперископ. Устанавливайте приложение на ваших мобильных устройствах и подключайтесь с утра, чтобы быть после всего, что происходит на рынке. Те, кто просматривает запись уже на YouTube, имейте в виду, что у вас есть возможность оставлять комментарии, высказывать свою озвучивую точку зрения. Это похвально те, кто это делает. Большое спасибо. Количество подписчиков становится все больше и больше. Это, опять же, ваша заслуга, друзья. Ну, не забывайте, что параллельно со вопросами у вас есть возможность еще и оставлять лайки, ставить большие пальцы под каждое видео, которое вы просматриваете. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...